Стрельцы, доброго вам времени суток! Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам предоставить Тараскоп на октябрь 2018 года. Работать я сегодня буду с Таро Снов, Чиро Марчети. Для тех, кто интересуется Таро, либо сам работает, часто вы спрашиваете о колодах, которые я беру в работу. Расклад по традиции покажет вам общую атмосферу месяца. События, которые наиболее вероятно проиграются во сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам данный период. Напоминаю, что расклад общий, выполняется для широкой аудитории и не может однозначно проиграться абсолютно для всех. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы? Финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. У вас замечательная карта, карта императрица. Императрица это символ плодородия, процветания, материального благосостояния. Тот факт, когда вы раскрываете полностью весь свой женский потенциал, когда вы любите и любимые. Для многих это ситуация деторождения, либо ситуация зачатия, или же рост ваших проектов, ваших начинаний, ваша собственная реализация. Эта карта, а вас кто-то может вас опекать, то есть ваша мама, ваша родственница, либо влияние женщины на вашу жизнь в этом месяце. Но аркан, поскольку он в прямом положении, для вас крайне позитивен. Итак, что вас ожидает в плане работы? Повешены. Ну, здесь ситуация застоя, все ровно, все без изменений. То есть, если вы хотели сделать резко карьерную лестницу, то вам не получится. Здесь это не ситуация стагнации, ни в коем случае, просто ситуация застоя. Пока все ровно, пока без изменений. Если вы на текущий момент безработный, ситуация не изменится. Если у вас свой бизнес, тоже, знаете, как зависли. То есть, не можете найти каких-то, ну, либо нововведения, да, от течения ваших дел, либо новых ресурсов от того, чтобы влить в развитие вашего бизнеса. Но и ничего плохого здесь также нет. Так, в плане финансов. В плане финансов у нас падает перевернутый король кубков. Карта непредвиденных трат. Давайте мы посмотрим, на что конкретно. Колода очень большая, они помещаются в руку, поэтому не совсем удобно перетасовывать карты. Так. Смотрите, непредвиденных трат непосредственно с вами. Почему? Потому что, особенно если смотрят женщины, здесь идет ситуация вот вас, женщина умненная стихия, королева жезлов. И перевернутый ту жезлов за то, что у вас упадок силы. То есть, то, что вы захотите кардинально что-то поменять, поднять себе настроение, не знаю, там, вложиться во внешность каким-то образом, да, поменять свой гардероб, либо заняться, ну, не знаю, там, на тренировке какие-то. Понимаете, это вложение в себя. Может, в какой-то степени для вас, для вашей семьи, например, они, ну, скажем так, бьют по карману, но вы понимаете, что вам это необходимо. Это единственное, что может вас порадовать поднять ваш потенциал. Вот такой вот еще момент. Что же с позиции здоровья здесь у вас? Перевернутый отшельник. Вот то, что вы уходите в себя. Это ситуация размышлений, это ситуация поиска себя. Это, знаете, как на своем месте. Если с позиции здоровья, то карта часто означает диагностику. То есть, вас что-то беспокоит. И, соответственно, кстати, вот вы можете потратиться даже здесь тоже на диагностику. Продиагностировать и выявить заболевания, которые вас в какой-то период мучили, либо, ну, не давали вам спокойно жить. Иногда, кстати, перевернутый отшельник очень часто указывает на стоматологию. Так, с позиции личной жизни. Ой, товарищ король кубков. Мужчина водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Либо, если мужчина не является представителем данного знака зодиака, то мужчина такой, знаете, он очень эмоциональный, очень переменчивый. С позиции личной жизни это карта страсти, карта любви, карта эмоций. Это, вот знаете, вот новый виток вашей личной жизни. Если на текущий момент вы одиноки, то это знакомство с таким мужчиной. Если смотрит здесь мужчина, то здесь, наоборот, просто указывает на период романтизма. То есть, что вам нужно проявлять какие-то первые шаги. Если вы в паре, то это, знаете, укрепление вашего союза. Ну, то есть, здесь все прекрасно. Из позиции совета у вас падает перевернутая семерка мечей. Это называется карта семь раз отмеря, один отрежь. Потому что здесь может пройти сожаление о каких-то содеянных поступках. Возможно, вот этих материальных тратах. Давайте все-таки дотяну, посмотрим, о чем же у вас здесь пойдет ситуация сожалений. Потому что перевернутая семерка мечей, это сама по себе ситуация, когда вот вы где-то сделали оплошность, накосячили и не знаете, как это исправить. Так, но все-таки денег это касается, видите. Ситуация двойственности, ситуация баланса. То есть, хотите, например, и в семью что-то, да, и наконец-то потратиться на себя. Но вот как-то так. Ничего плохого в этом нет. В себя любимого, либо в себя в любимую все равно необходимо вкладываться. Вот видите, да, все-таки это касается крупных финансов. Ну, не знаю, влечение, встановление вас в новый имидж и так далее. То есть, это желание все. Плюнуть на все, побаловать себя любимую. Я заслужила, либо я заслужила. Так что, как говорят карты, единственное, что как бы не переусердствуйте, не наломайте дров, либо не сделайте новых, ненужных покупок, о которых вы впоследствии можете сожалеть. Если посмотреть в целом, здесь у вас, раз, два, три, у вас три старших аркана. Не могу сказать, что месяц какой-то переломный, но тем не менее значимый. Поэтому обратите внимание, ничего критичного у вас здесь нет. Руководствуйтесь не только эмоциями, но и логикой. И все у вас будет получиться, все у вас будет стабильно. Вот таким у вас выходит месяц. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как у вас проигрываются, либо не проигрываются расклады. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Ну, а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч!